Вы должны эту еду посолить. И все повара очень серьезно говорят, что обязательно, когда вы солите пищу, обязательно пробуйте ее. Это просто обязательное условие, потому что в противном случае вы не будете ощущать по специям, попали ли вы по вкусу и по соли. Я солю очень мало, потому что очень многие люди мою еду досаливают, но меня приучили именно повара солить меньше, потому что досолить это всегда возможно. Потом, если эту соль нужно убрать, это не во всяком вроде возможно. Плюс, в принципе, если вы едите мясо, если вы не вегетарианцы, то вы вообще можете не есть соль, потому что с мясом вы уже получите достаточное для организма количество соли. Сейчас будем ждать, потому что кастрюля большая, корс больше. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Рисовая каша с каким-то наполнением. Да, это типа как каша распозня. Просто в ней рис будет, как знаете, паста готовится аль денте. То есть она, аль денте, это на зубок по-итальянски. И она, человеку, который первый раз такую пасту ест, особенно если он привык к нашим макаронам, она ему кажется недоваренной. А на самом деле это искусство сварить пасту аль денте, потому что итальянская паста, в отличие от наших традиционных макарон, она делается из твердых сортов пшеницы. В ней больше питательных веществ, и, соответственно, вы от этой пасты меньше будете поправляться. Очень многие теннисисты в процессе турниров сидят на диете из пасты, они едят пасту, потому что она очень быстро дает энергию. Они ее сжигают, и она не дает лишнего веса. Соответственно, интересно, что еще венецианские купцы возили пшеницу, из которой делается паста, из России, из Украины, во времена Венецианской республики. Потому что здесь всегда росла очень хорошая пшеница вот этих твердых сортов. Из этого же типа пшеницы, то есть это такой тип 0,1. Из типа 0,0 печется хлеб, это более такая мягкая пшеница. И чтобы сварить пасту, грубо говоря, если вы варите пасту для 4-5 человек, у вас должна быть вот такая кастрюля. То есть вы варите в огромное количество воды эту пасту, тогда она у вас не слипнется. И она, если вы ее используете с соусом, то есть время, рекомендованное на упаковке. Вот вы варите на одну минуту меньше, слили эту пасту на дуршлаг, и потом достаете ее в соус. Еще минуту доготавливаете в этом соусе. Он ее обволакивает, она берет вкус соуса, и паста кажется чуть-чуть твердой. Вот ризотто тоже должен быть чуть-чуть твердым сам рис. Не промывается? Паста? Нет, ни в коем случае. А масло можно добавлять чуть-чуть? А? По суночной можно и лить. Можно, но лучше лить воду. А зачем? Вы его, оно будет в соусе. И знаете, еще трюк такой, который меня всегда учили, вот какие-то вещи я делала, готовила по рецептам из книг. И вот ты ешь в ресторане то, что тебе нравится, и все равно немножко не так. Ты делаешь по рецепту, чуть-чуть не так. Есть такая паста, которая называется аларабиата, сердитая паста. Это паста с томатным соусом и с красным перцем. И вот я время ела ее все время в одном ресторанчике, мне очень нравилось. Вроде бы я все готовлю, а рецепт, ну как, вот как есть рецепт борща, так и рецепт этой пасты. И я иногда, чтобы научиться готовить какое-то блюдо, просилась в какой-то ресторан как стажера. И я приходила после работы там в 7-8 вечера, вставала на кухню и училась у них готовить. И вот они в эту пасту выдавливали совсем чуть-чуть пасты из анчоуса. Или вот у нас в наших условиях можно взять полкинки, обычной соленой кинти, раздавить ее вилкой, и туда вот в момент обжарки чеснока и масла. Главная история в пасте еще тоже не спалить чеснок. То есть у меня бывали случаи, когда мы ставили на обжарку чеснока, и вот этот чеснок, он должен быть желтым и мягким. Вы его пробуйте, чуть-чуть придавливайте лопаткой. Если он мягкий, окей, вы его уже обжарили, вы добавляете остальные ингредиенты. Если он стал коричневым, у меня один раз повар просто так взял сковородку и вышел на мойку, потому что этот чеснок уже будет давать горький привкус для пасты, для соуса. То есть вы испортите соус. И тогда моется посуда и начинается все по-новому. То есть вот в этот момент обжарки чеснока, на нем надо постоять. И, соответственно, потом, когда вы уже все этот соус приготовили, любой, неважно, то есть если это не сливочный соус бешамель, а любой соус на базе растительного масла, оливкового, то в пасту все-таки должно идти оливковое масло. И уже когда вы смешали сами макароны, любые там изделия, которые вы выбрали, это могут быть спагетти, это могут быть ракушки, неважно что, вы смешали это с этим соусом, и прямо перед подачей на стол вы вливаете туда чуть-чуть, буквально там столовую ложку сырого оливкового масла. Еще раз перемешивайте, и у вас будет невероятный аромат и вкус этой пасты.